КНДР могла поставить в Россию во втором полугодии 2023 года 1 миллион 600 тысяч артиллерийских снарядов для продолжения войны в Украине. Об этом пишет американское издание The Washington Post. Газета ссылается при этом на данные, полученные Центром передовых исследований в области обороны, которые занимаются вопросами глобальной безопасности. 19 июля президент России Владимир Путин совершил первый за 24 года государственный визит в Корейскую Народно-демократическую республику, где встретился с лидером страны Ким Чен Ынэм. В общей сложности руководители двух стран общались более 10 часов. Как отмечает газета, подписанный по итогу визита договор о всеобъемлющем партнерстве даёт формальное основание для поставок боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Разумеется, мы должны учитывать, говоря, а, иметь в виду, б, речь идёт не только о Российско-Северокорейском союзе, но о, так сказать, стратегическом треугольнике России, Китая и Северная Корея. Безусловно, фактор Китая в данном случае мы должны учитывать. И мне нравится в этом смысле сравнение метафора Дальневосточной Антанта. Это возвращение России в военно-политическом отношении в качестве азиатско-тихоокеанской державы. Самую яркую реакцию в свете крепкнущей дружбы Москвы и Пхеньяна выразил Вашингтон. Американский посол в Японии Рамо Мануэль назвал этот визит с бывшимися худшими опасениями США. Он обвинил Москву в желании стать, цитата, организатором стран-изгоев, разрабатывающих ядерное оружие. Одно из опасений Вашингтона заключается в том, что Пхеньян при помощи Москвы может получить доступ к ракетным технологиям, которые позволят создать межконтинентальные баллистические ракеты, способные бить по территории Соединённых Штатов. Союз наших двух стран, разумеется, очень серьёзный угроз для наших противников, поскольку это две ядерных державы. Да, Северная Корея, конечно, не сравнится по количеству ядерных боеголовок с Россией и Соединёнными Штатами, но сам факт того, что у России появляется союзник, не обладающий ядерным оружием, это очень серьёзно. Далее. У Северной Кореи одна из самых крупных, численно и мощных, так сказать, по ресурсному потенциалу вооружённых сил армии в мире. Это тоже нельзя недооценивать. После плодотворного визита в КНДР Владимир Путин также посетил и Вьетнам. Лидеры двух стран подписали 15 документов, затрагивающих экономическое и политическое сотрудничество. И если визит президента России в Северную Корею повлёк за собой лишь негодование, то в отношении Вьетнама Вашингтон решил действовать более смело. Практически сразу после завершения визита президента России в Ханой был отправлен помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Криттенбринг. Официальный Ханой назвал США стратегическим партнёром, однако никаких договоров, как это произошло с Россией, заключено не было.